Российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елены Исенбаева сможет продолжить работу в Международном Олимпийском комитете. В МОК заявили, что она не поддерживала так называемую специальную военную операцию, у нее не было контракта с вооруженными силами России, а значит препятствий для продолжения работы в организации нет. Сама спортсменка оказалась в центре внимания неделю назад, когда стало известно, что она переехала на испанский остров Тенерифе. При этом в России, помимо прочего, она была доверенным лицом Владимира Путина и вступала в так называемую Путин-тим. Благодарила Владимира Путина, признавалась ему в любви и плакала в его присутствии. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые спортсмены, спасибо огромное прежде всего за эту мощную поддержку в вашем лице. На самом деле для нас это очень важно, потому что... Мы вас очень верим, мы вас очень любим. Спасибо за поддержку. Мы должны наказать всех, кто к этому причастен. Накануне на фоне обсуждения ее переезда в Испанию Висенбаева назвала себя «человеком мира», а присвоенном ей звании майора армии за выступление за ЦСКА сказала, что оно носит номинальный характер. ЦСКА, тем, кто не знает, скажу, это центральный спортивный клуб армии. Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование про испанскую недвижимость Синбаевой. У спортсменки нашли пентхаус, купленный в 2018 году, и две виллы, приобретенные в феврале 2022-го, за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину. Общую стоимость недвижимости авторы расследования оценили в 3 миллиона евро. Не оценил отъезд Синбаевой и глава Дагестана Сергей Меликов. Он заявил, что стадион в центре Махачкалы 6 лет назад был переименован в честь Исинбаевой скоропалительно, без учета мнения горожан. Это цитата. И поручил сменить его название. По мнению Меликова, последнее заявление о спортсменке, еще одна цитата, сделанная из-за кордона. Это, цитирую, серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона. В прямом эфире к нам присоединяется Алексей Андронов, спортивный комментатор. Алексей, приветствую вас. Слышите ли вы студию? Добрый вечер. Прекрасно слышу. И, к большому сожалению, прекрасно видел вот это видео, которое вы показывали. А вот в контексте этого видео и в контексте всего того, что мы знаем о спортивной и политической, что ли, биографии Елены Исинбаевой, как вы можете объяснить себе решение? Решение МОК, правильным оно вам представляется, неправильным? Какая у вас позиция на этот счет? Ну, смотрите, во-первых, я соглашусь с Еленой в том, что ее взаимоотношения с российской армией чисто номинальные. ЦСКА – это уже давно клуб, не имеющий никакого отношения к армии, ни футбольный, ни хоккейный, ни баскетбольный. Просто спортсменов, ну, так вот принято еще с Советского Союза. И принято куда-то приписывать. Вот их и приписывают в ЦСКА или в Динамо. Разницы в данном случае никакой нет. И понятно, что Есинбаева эту форму, в которой она с Шойгу фотографировалась, надевала, может быть, два или три раза в жизни. Поэтому тут я с ней согласен. Я не очень понимаю, почему такая сейчас активность в ее отношении. Она ведь жила в Монако. Это тоже недружественная территория. То, что она переехала на Тенерифе и оттуда что-то вещает, по-моему, ничего не изменилось. Просто все люди, которые хоть близко каким-то образом подходили к спорту, все знают, что Елена Есинбаева, вот, модным языком даже, я редчайший случай, когда я буду использовать феминитив в своей речи, она приспособленка. Она всегда делает то, что выгодно в данный момент. Ей выгодно было плакать в присутствии Путина. Она заплакала. Ей выгодно было перед чемпионатом мира по легкой атлетике, который был в Москве, в Лужниках, говорить о том, что у нас нет геев и не надо нам нести вот эту западную культуру. Она это несла. Ей было выгодно жить в Монако. Она жила в Монако. Ей было выгодно топить за изменения в Конституцию, видимо, хорошо оплаченные. Она это делала. Сейчас ей выгодно разорвать все связи, уехать на Тенерифе, объявить себя гражданкой мира, рассказывать о том, что ЦСКА это чисто номинально, просто для того, чтобы уцелеть в Международном Олимпийском комитете. Ну, Исенбайева заслуженная спортсменна. Она, кстати, по поводу бездоказательного, так сказать, отстранения легкой атлетики распинается. Как это бездоказательно? Доказательств миллион. Все практически медали отобраны, что Лондона, что Пекина. И она единственная, кто ни разу не попался на допинге. Поэтому, наверное, МОК к ней будут относиться уважительно и оставят ее в этой комиссии, хотя там срок ограниченный. У нее 8 лет, и в 2024 году она эту комиссию должна покинуть по-любому. Скажите, но если это понимает Алексей Андронов, неужели это не понимает Международный Олимпийский комитет? Международный Олимпийский комитет пытается сидеть на всех стульях одновременно. И Международный Олимпийский комитет прекрасно понимает, что упразднять Россию как страну – это будет неправильно, нечестно. И будут отдавать ксенофобии, уже переходящей в дискриминацию по цвету паспорта. Почему теннисисты могут играть? В прошлом году им был дом не пустил ни россиян, ни белорусов. В этом году они играли. Почему другие спортсмены должны быть ущемлены в своих правах? Поэтому МОК будет пытаться сделать все и в том числе сохранить. Там не только Есенбаева, там еще Шамиль Тарпищев. Тоже под следствием сейчас пытаются выяснить, есть ли у него так называемые контракты с силовыми структурами. Но все равно будут стараться по максимуму... Ну, как бы, вот не выплеснуть с водой ребенка. Понятно, что... Кстати, Есенбаева, она же не говорила ничего. Она, по-моему, не выступала. Я, во всяком случае... Не выступала. Вы имеете в виду в контексте событий в Украине? Не выступала никаким образом ни в ту, ни в другую сторону. Да, она не ходила на митинги, она не вешала на себя букву «З». Поэтому, как бы, ну, что с нее сейчас спрашивать? Вы, может быть, видели интервью Арины Соболенко на Ролан-Гаросе? Это белорусская теннисистка. Ее прямым текстом спросили, поддерживаете ли вы Лукашенко сейчас. Она сказала, я не поддерживаю войну, следовательно, я не поддерживаю Лукашенко. Вполне возможно, что Есенбаева где-то тоже такие слова и сказала. И это позволит ей остаться в Международном Олимпийском комитете. Она, конечно, не хочет быть преданной полному забвению. Но стадион в Дагестане – это вообще смешно. А вот что касается стадиона в Дагестане. Как вам стадион в Дагестане, стадион в Дагестане? Наверное, это не самое значительное в контексте всей этой истории. Но вообще, что ждет Елену Сенбаеву в Российской Федерации? Ее теперь поднимут на знамя и скажут, вот наш человек в Международном Олимпийском комитете. Или ее ждут стадионы в Дагестане в большем масштабе? А именно, что недовольство Елю будет высказывать не только руководитель Дагестана, но и какие-то функционеры более высокого полета. Ну, смотрите, функционеры более высокого полета – это кто? Путин вряд ли будет высказывать недовольство ее позиций. Ему не до этого. И, в принципе, он, как мы знаем, про спорт вообще редко говорит. И крайне осторожно говорит. То, что она была в Путин-тим, ну, кого там не было. И то про этот Путин-тим уже все забыли. И сам Овечкин, мне кажется, который создал, уже тоже забыл про это. Мнение руководителя Дагестана, ну, оно, извините, просто нерепрезентативно. Оно не будет учитываться. А он у себя там в Дагестане стадион может называть как угодно. Это просто никого не интересует в России. Вообще. Ну, то есть, какая разница, имени он Исенбаева или имени он будет Гаджи-Гаджиева. Вон у нас есть адмирал в континентальной хоккейной лиге, который играет на стадионе, который называется Фетисов арена. Ну и что? Что кто-то по этому поводу особенно рефлексирует? Нет, конечно. Лена хочет сохранить себя в системе мирового спорта. Она не хочет, чтобы на нее смотрели косо, чтобы ей не жали руку, чтобы с ней не здоровались. Вот ее единственная цель. Я благодарю вас, Александр Иванов, спортивный комментатор. Мы говорили о Елене Исенбаевой, о российской спортсменке, двукратной олимпийской чемпионке, которая, как заявили сегодня в Международном олимпийском комитете, сможет продолжить свою работу в организации, хотя в ее адресе звучит большое количество критики из-за того, что она была доверенным лицом Владимира Путина и входила в так называемую Путин-тим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...